Его голос просто завораживает. В него хочется погружаться, падать, даже зная, что дна не достичь. Причем на пресс-конференции по случаю единственного концерта в Великом Новгороде Дмитрий Хворостовский, естественно, не пел, а просто отвечал на вопросы. С пением, как оказалось, все не очень просто, потому что это больше, чем работа и вся жизнь, в конце концов. Это не только какой-то творческий процесс, это как бы поднятие над реальностью, над нашей обыденной жизнью. Это шаг ввысь. Это не слова. Поэтому, когда меня просят, говорят, спой, а я не могу. Для этого мне нужно настроиться, для этого мне нужно вступить на катурный, знаете, встать на какие-то, на сцену или еще что-то. А вот на какой сцене петь, пожалуй, не важно. И для какой публики. Европейской, столичной, провинциальной тоже. Главный принцип моей работы, о котором я говорил раньше, он позволяет мне быть с публикой наедине. Любой публикой. Будь это красный пиджак или замотанная в шаль бабушка. И все же такой аудитории, как в России, нет нигде, уверен певец. У последнего из русских баритонов, как и Кристили Дмитрия Хвостовского в Нью-Йорке, уж точно есть возможность сравнивать. График концертов жестко расписан на годы вперед, и страны пребывания он меняет иногда по 3-4 раза в неделю. То, что присуще русской публике, русскому человеку, не присуще, пожалуй, никому, для большинства людей, которые приходят в зал, это ожидание чуда какого. И пока у нас, вот в наших сердцах существует вот такое бережное отношение, святое отношение к искусству, к настоящему искусству, у нас будет все в порядке. А не изменил ли сам Хвостовский высокому искусству? Такой вопрос все чаще можно слышать от оперных поклонников, особенно в связи с новым проектом «Дежавю». Поверьте мне, что от меня это, от оперы не отвратило. В общем, я продолжаю оставаться оперным певцом, ну не только оперным певцом, но и концертным певцом. Не только концертным певцом, но и я пою в разных жанрах. Это, в общем, это мое и желание, и право. Так сложились обстоятельства, что все оперы в Ростовске поют только за пределами России. Возможно, сделает исключение для Большого театра, когда он откроется после реставрации. Так что в Новгороде концертная программа, которую певец исполняет по всему миру. После Великого Новгорода Дмитрия Хворостовского ждут сначала в Таллине, затем в Берлине и далее по графику. В России он хоть и бывает, но не так часто, как хотелось бы. Впрочем, звезда такого масштаба не может принадлежать только одной стране. Лилия Кудряшова, Алексей Куликов, Александр Штукин. Вести. Великий Новгород.